Сергей Степанов Сергей Степанов коллекционер, потомок секретаря и почетного члена императорского православного палестинского общества Алексея Дмитриевского предоставил на выставку экспонаты из личной коллекции. Артефакты хранятся и передаются в его семье из поколения в поколение. У меня все предки были священнослужители и многие из них были членами общества. Поэтому, как я говорил уже, история общества и история моей семьи очень перекликаются. Перед открытием выставки за покойная служба в Спасском храме по императору Александру II, императрице Марии Александровне и великому князю Сергею Александровичу. После литии гостей ждали на торжественном открытии экспозиции «Не умолкну ради Сиона» и «Ради Иерусалима не успокоюсь» в православном просветительском центре. Совсем недавно, несколько дней назад, 135 лет их светлого дня венчания мы праздновали, отмечали. В этот же день был день памяти императрицы Марии Александровны, которая тоже очень много сделала для здешних мест, для просвещения, для социальной работы, как сейчас теперь говорят. То есть она строила и больницы, и школы. Мероприятие приурочено к 135-летию со дня бракосочетания Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Место проведения выставки выбрано не случайно. Сюда, в императорскую садьбу, великий князь привез свою супругу сразу после венчания. Здесь молодая княжна постигала православие, приобщалась к народной жизни, изучала русский язык, принимала участие в крестных ходах и праздниках. Кроме того, в Усово до 1905 года находилась официальная канцелярия председателя императорского православного палестинского общества, которым являлся великий князь Сергей Александрович. Мы обычно воспринимаем все как памятники истории, но никогда не забываемся о тех человеческих качествах, о том, как жили те люди, наши предки. И действительно уникальная царская судьба, семья и судьба трагическая. Я вас всех приветствую и на нашей земле, на Усовской земле, в Усовском храме. Всем хорошего просмотра, хорошего красного выставки. Это выставка о русском человеке и его пути на святую землю. На ней представлены уникальные экспонаты. Карта Древнего Иерусалима XVI века, на которой город разделен на две части. Ветха и новозаветную, предметы быта паломников, редкое собрание стереооткрыток. Второго такого не найдется даже в Париже. А также издания о жизни Иисуса Христа, иконы, фотографии Гефсиманского сада 1857 года. Русский человек вообще всегда внутри своего сердца имеет святую землю. Всегда, в любые времена. И когда наш обычный русский крестьянин ходил в церковь и знал хорошо евангельские сюжеты по тем двунадцатым праздникам, которые праздновались в церкви, всегда крестьянин знал, что существует где-то эта святая сакральная земля, где все эти события происходили. И тогда было создано императорское православное палестинское общество, целью которого стало обеспечить возможность самому простому русскому человеку попасть в те самые святые места. Благодаря уникальным экспонатам посетители выставки смогли подробнее узнать об истории и деятельности императорского православного палестинского общества с 1982 по 1917 годы. Это не только история, это сегодняшняя жизнь. Жизнь в любви, жизнь в внутреннем согласии, в гармонии, жизнь во благо своей страны. Я говорю очевидные вещи, но то, что мы видели сегодня на выставке, это действительно так. Так что огромное спасибо. Я бы хотел, чтобы много больше людей ее посмотрело, особенно наша молодежь. Экспозиция выставки «Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима. Не успокоюсь» будет доступна для посещения до 31 декабря 2019 года. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...